Музыка Да, у меня есть микрофон. Спасибо. Всем привет. У меня, конечно, вряд ли получится так провокационно выступить. Мы точно никого не покупаем. Мы не участвуем в сговорах. В общем, скорее всего, что мне. Крыть, в общем, нечем предыдущего докладчика. И вторая, наверное, часть, которую нечем крыть. Я не очень хорошо разбираюсь в продаже автомобилей, потому что я никогда в жизни не продавал автомобили. Я продавал всякие разные B2B-шные штуки, продавал связь, IT-технологии и всякое такое. Поэтому, в принципе, я говорю сегодня про… А можно мне презентацию запустить? Да, я проговорю сегодня про вообще, что за тренды в интернет-маркетинге. Но это взгляд такой с точки зрения компании, которая развивает продукты, именно нацеленные на интернет-маркетологов. То есть те пять трендов, которые мы видим на рынке сейчас, и то, что мы видим, будет в дальнейшем развиваться. Немножко про Comagic. В этом году мы стали международной компанией, и мы работаем в 73 странах. Так что если вдруг вы решили организовывать дилерский центр где-нибудь в ЮАР, где-нибудь в Африке, либо в Австралии, либо в Новой Зеландии, либо где-нибудь еще в мире, кроме Сомали, то, в принципе, мы вам точно предоставим сервис. У нас есть номерная емкость, телефоны. То есть можно запустить колл-трекинг, сквозную аналитику и все, что угодно. Если есть англоязычная часть вашей дилерской сети, международная вдруг такая есть, то мы, соответственно, предоставим ей такой сервис. Что это позволяет? Первое, мы за целый год очень много мы поковырялись вообще в Штатах, в Америке, поковырялись в тех трендах и особенностях бизнеса, которые там есть, и очень много, что сюда вообще привезли. То есть первое, что мы привезли, в начале года мы делали большую конференцию про маркетинговые технологии под названием MarTech и, в принципе, показывали те практики, в том числе и американские, то, что сейчас вообще доступно, как бы можно сейчас уже использовать. Второй очень важный момент этого года для нас. Мы привезли стеки маркетинговых технологий. Это такой инструмент визуализации вообще продуктов, которые используют маркетинг, которые нацелены на определенную задачу. И мы вот эти стеки, соответственно, тоже продвигаем, делаем, рисуем. И даже есть очень интересный стек, поищите в интернете, именно для маркетинга автодилера. То есть там прям собраны все продукты и понятно, для чего они вообще нацелены, которые с командой работают, которые на привлечения работают. Ну и там достаточно подробно все есть. Ну и так, самый первый, как бы такой тренд, который мы видим, это атрибуция. То есть, в принципе, атрибуция – это достаточно старая история для российского рынка. Мы очень давно все про нее говорили, но есть один маленький нюанс. Ее, по большому счету, разные атрибуции никогда серьезно не было, ну как бы реализованы в сасных продуктах. То есть так, чтобы просто подписался на какой-то сервис, а там уже эта атрибуция есть. Вот сейчас, в настоящий момент, 13 каналов, которые используют автодилера для того, чтобы привлекать к себе трафик. Вот они на слайде все предоставлены. Эти каналы делятся на 9 групп в зависимости от количества обращений. То есть, в принципе, вот этот график показывает, с какого канала больше всего обращений приходит в отдел продаж. Это именно целевые обращения. То есть не звонки по сервису, а именно целевые-целевые. Они вот так распределяются. В принципе, чтобы это все собрать, вот есть там 4 модели. Да? Между 4? Да. Есть 4 модели, которые представлены на слайде. Их действительности больше. Это именно модели атрибуции. Кто как считает. Кто first click, кто last click, кто считает просто пропорционально все каналы, которых касался клиент. Кто-то привязывается к воронке продаж и там, соответственно, по ней взаимодействие раскидывает. Но этого никогда не было в продуктах. Все время, чтобы собрать такую сложную аналитику и иметь возможность переключать, смотреть какую-то часть канала по last click, какую-то по first, что-то распределять. Нужно было колхозить какое-то собственное решение, какой-то свой продукт. Вот Ваня Куц из максимума, это дилерский центр в Санкт-Петербурге, любезно предоставил несколько слайдов для нас. Вот. Это схема, короче, как они собирают вообще дату всю для того, чтобы анализировать. Вот у них есть огромный блок со сбором данных, у них есть огромная история с использованием хранилища, они занимаются обработкой и визуализируют. То есть есть последовательный набор этапов, в котором они как раз перерабатывают данные. Все это делается только для одной штуки. Вот наверху всего этого айсберга висит один такой большой, такая, скажем так, как же он это назвал так? Типа как спидометр директора. То есть вот это вот панель, которая показывает, какое количество марок, что происходит вообще с марками, какой план трафика, какой факт трафика и все показатели поворонки продаж. Туда же они зашивают атрибуцию, но чтобы это все собрать, внутри собирается… Я просто все не стал отчеты сюда класть, то есть их там реально штук 30, наверное. Это основной набор отчетов, который показывает, как работать с трафиком, как исходит история с воронкой продаж до выдачи, какие каналы на какого конкретно клиента повлияли. То есть это огромная, огромная инфраструктура, которая необходима поддерживаться. Для тех, кому интересно, что это стоит, это стоит первое. Нужно три человека, веб-аналитик, нужен бизнес-аналитик и нужен разработчик, который все это поддерживает. Вторая цифра, которая важная. Они строили эту всю историю целый год. И даже сейчас, когда мы с ним пьем кофе, обсуждаем, он всегда говорит, слушай, есть что еще доделать. И еще можно вложить туда чуть-чуть денег, времени, и еще бы мне бы парочку программистов, было бы круче. Следующий момент. Они потратили на это 4 миллиона. Цифра, по идее, небольшая. Если размазать ее на год, но учтите то, что нужно тратить сегодня, а результат будет, соответственно, через год. Если вам нужна аналитика через год, то можно начинать это делать. То есть вот это все всегда было. И вторая важная проблема вот такой модели, ее, как правило, не любят обсуждать, она очень сильно зависит от команды. То есть из уравнения можно убрать команду, допустим, и все. И модель просто сама потихоньку, сама заглохнет. Потому что новая команда в нее не въедет, они начнут перестраивать, часть старых данных потеряется, и в итоге опять мы пошли на новый круг, опять те же самые инвестиции. Так вот штука такая, что по идее эти модели, так рано или поздно, искать все, что с этого года активно это начнется, они должны будут переехать в SaaS. Они будут гораздо дешевле, они будут доступны просто по подписке, и их можно будет автоматически менять. И сейчас и мы, и наши конкуренты, и все вкладываются в это силы, это видно. То есть мы делаем уже инфраструктуру для того, чтобы уже в ближайшее время запустились вот эти модели, и вы могли их просто потреблять, не используя целую кучу народу. Ну то есть, если это можно внедрить за месяц, зачем делать это год. Вторая важная вещь – это кросс-доменность. Мы сейчас очень много, как бы, ну вот сегодня разговаривали, что вот технологии определяют, или инструменты определяют успех, и то, что все-таки лендинги запускаются. Мы смотрим на это примерно так. Все время есть платформа, которая предоставляется дилерам, которая, в принципе, работает хорошо, на ней все достаточно жестко, и есть всегда необходимость что-то заколбасить и сделать какие-то акции дополнительные. Мы для этого, как мы видим, используется для этого WordPress, и в принципе на одного клиента, который мы смотрели, приходится примерно две страницы на других доменах. То есть так или иначе, да, страницы, которые по идее нельзя, они там в безличном формате, как-то используются, но все время происходит эта проблема. У нас есть одна основная страница, и есть вторая. Мы забиваем выдачу, у нас одна страница просто автоматически как бы съедает трафик другой страницы. Соответственно, получается так, что за одного клиента, за которого мы могли заплатить один раз, мы заплатили и в одном месте на странице, и в другом месте. И при этом эффективность посчитали от страницы со скидкой, как бы мы сказали, что еще и скидка хорошая, а весь трафик в действительности забрали с основного сайта. Поэтому отслеживание кросс-доменности это второй такой тренд, который так или иначе тоже появится в ближайшее время в продуктах, и он станет повсеместным. СММ и вообще его эффективность. СММ, я бы здесь немножко чуть в большем плане, это не просто таргетированная реклама в Фейсбуке, то есть не только тот кусочек, но еще и контент, маркетинг, который делается. На американском рынке ребята на конференции в Лос-Анджелесе говорили, наверное, месяца три назад как раз была конференция по СММу. Они говорят о том, что типа 80% компаний не умеют считать совершенно никак в работу контента, который мы в соцсетях размещаем. Окей, мы можем сделать объявление, посмотреть с него трафик, звонки и что-то еще. Но как контент повлиял на это? И вот эти метрики как раз потихоньку начинают набирать оборот, и мы их потихоньку будем вводить уже в продукты. Сейчас распределение обращений происходит примерно так. Мы в Фейсбуке получаем большую часть, и из контакта приходит меньшая часть. Мы видим, как она конвертируется, но весь тот шлейф, в который мы вкладываем денег именно контента, именно информационных сообщений, мы никак его вообще не отслеживаем. Ни касания с ним, ни каким образом он повлиял на выбор, ни что с ним произошло. Мы также очень сильно пошли, соответственно, в СММ, в всякие чат-боты на Viber и в email marketing, но тоже видим только конкретно отдельно взятые действия. То есть мы не размечаем активно аудиторию, мы с ней впоследствии активно не взаимодействуем. Продукты сейчас это, по большому счету, не сильно поддерживают. Так что это вещь, которая должна появиться. Ну и в принципе вот здесь видно, то есть есть каналы, которые мы очень хорошо качаем, и мы в принципе умеем их считать. И есть каналы, которые мы качаем гораздо хуже, то есть они по идее дают каких-то клиентов, но считаем их кратно меньше. То есть скорее всего, что если бы наш счет был бы лучше, мы могли бы больше оттуда выкачивать. Обмен данными с CRM. И в принципе боль выглядит примерно так. Есть воронка продаж, верхнюю часть воронки закрывает колл-трекинговая система. Если колл-трекинг объединяем с нижней частью, получается некая сквозная аналитика, которая позволяет нам уже более глубоко оперировать данными. Но вот здесь один момент важный. Это CRM-система. И наша проблема сейчас в том, что катастрофически мало. Это весь набор продуктов, который может быть. Есть два варианта интеграции. Есть интеграция нативная, то есть с какими-то основными продуктами она уже сделана и по дефолту зашита в продукт. Что-то делается через API. И вот сейчас наша проблема выглядит, наш следующий шаг выглядит примерно так. Нам очень важно, чтобы интеграции стало больше, и чтобы эти интеграции смогли вам позволить вытаскивать данные не просто о двух-трех параметрах. То есть была сделка, не была сделка. Какой средний чек и какое время до этой сделки. А чтобы вы могли вытаскивать воронку продаж гораздо в большем количестве разрезов, чтобы смотреть вложения на каждый конкретный этап. То есть сколько нужно денег, чтобы сделать один визит в дилерский центр. Сколько нужно для тест-драйва. Сколько нужно для того, чтобы мы дошли до выдачи. Ну и в принципе в итоге весь поток наших входящих сделок просто разбивать до стадии, прям до каналов, а можно еще и дальше. Речевая аналитика. Сейчас в настоящий момент, по нашим данным, это 30% звонков, которые приходят в отдел продаж, являются нецелевыми. И хотя вот коллега говорил, что типа это там плохие звонки для меня. О, кстати, я нашел место для провокации. Коллега говорил, что это плохие звонки. Они реально-то не плохие. То есть звонят люди по сервису. Это все равно деньги. Это все равно какие-то дополнительные деньги в обороты, это дополнительные какие-то продажи. Но эти звонки, они как бы забивают. А, первое, они забивают эфир. То есть то, что они нагружают отдел продаж ненужным, соответственно, трафиком. Второй момент, как бы там с них отдел продаж вроде бы получает статистику, но она просто не полезная. То есть с нее ничего не происходит. 24% компаний интегрируют CRM-ку свою с системами сквозной аналитики. И в принципе, пробрасывая данные, мы можем по этим компаниям посмотреть, кто куда позвонил и что произошло. То есть мы можем как-то отсекать его. Но остальные нет. То есть часть данных просто не видна. Как решают эту проблему, как бы это отсечение данных? Нанимают огромного размера колл-центр. Самый чиповый вообще вариант. Поехать в Тамбов и еще не там, в любой регион, в мою любимую Тверь, в которой располагается огромное количество колл-центров. И в этом как бы куча колл-центров нанять себе еще людей. Типа стало звонков больше, ну окей, давайте еще даймем людей. Но каждый как бы дополнительный человек это дополнительные расходы. При этом масштабировать бесконечно вы их не можете. То есть в какой-то момент вы должны упереться в то, что этого колл-центра не хватает и нужно второй колл-центр. Плюс есть целая куча костов, которые дополнительно тянете. Мы в начале года, выпуская продукт притчевой аналитики, мы показывали этот слайд. Мы делали тест на одном из наших клиентов. Была задача разобрать 300 звонков. Был менеджер, и мы использовали продукт. Они вот здесь показаны на графиках, как они должны были распределяться. Было всего лишь там три тега. Доставка, продажа и допродажа. Вот. И нужно было разложить как бы. Мы взяли очень маленькую выборку. Специально там было порядка 300 звонков, чтобы продукт обучить. Соответственно, на маленькой выборке первая проблема вообще сейчас речевой аналитики в том, что на маленькой выборке плохо обучается. То есть как бы, ну, все равно да, он работает лучше, чем человек, безусловно. Но 80% это скорее всего, ну, как бы, не совсем то, что бы хотелось видеть. Вот. Второй момент, как бы, даже при 80% вот эта штука график, которую мы там же показывали, она иллюстрирует, сколько будет, ну, как бы, сколько будет вообще расход на всю эту историю. То есть расстояние между вот этой вот линией, да, и вот этим пунктиром, это то, сколько стоит контролер на одного менеджера, если мы его набираем приблизительно по средней ставке города Твери. То есть мы человеку будем платить 1040 в месяц, и он будет заниматься жестким контролем как бы этого менеджера. То его расходы вот эти. Расходы, если это будет продукт, они будут гораздо меньше. Но сейчас нам нужно будет добиться того, вот, сюда еще вернемся, нам нужно сейчас будет добиться того, чтобы, а, первое, продукт учился на меньшей выборке, второе, как бы, то есть это самоподдерживающая система могла постоянно дообновлять себя данные, чтобы не тратить время на ее, ну, как бы, обучение, да, чтобы ее просто включили, поработали часть, все, она пошла дальше работать сама. И третий момент, как бы, ну, то есть нам нужно сделать так, чтобы продукт стал меньше стоить. Потому что сейчас, если за одну минуту мы берем рубль, это достаточно, ну, как бы, все равно, да, большая цифра. Но при больших объемах, в принципе, мы видим для себя возможность сэкономить. И, в принципе, продукт можно сделать кратно дешевле, чем, как бы, ну, он сейчас на рынке находится. То есть это еще один тренд, как бы, развитие речевой аналитики и ее именно, как бы, ну, вот, прям погружение в работу и замещение вот этих вот холл-центров, которые сейчас везде, как бы, стоят, и люди там в ней сидят, работают и выполняют достаточно, ну, скажем так, не особо интеллектуальную работу и при этом делают ее не очень еще хорошего качества. Мы, в принципе, готовы будем, наверное, в 2019 году и заместить. Так, ну и в заключение. Мои пять трендов, ну, проговорю быстро, да, атрибуция, это точно должно быть в продукте, должно быть доступно по подписке. Второе, кросс-доменность, да, нам нужно все-таки понять, как мы с аудиторией взаимодействуем для того, чтобы все-таки перестать каннибализировать и переплачивать за одну и ту же, за одного и того же клиента. Эффективность, в принципе, должны прийти, будем, скорее всего, может быть, даже не в 2019 году, а где-то ближе, там, к 2020, чтобы очень четко смотреть, что вообще, как бы, работает именно из контентной составляющей. Обмен данными. Я очень надеюсь, то, что, как бы, мой заклад сегодня чуть-чуть пошатнет в уверенности людей, тех, которые говорят, нет, интегрировать CRM-систему не нужно, и вы все-таки будете готовы идти на это для того, чтобы лучше все-таки, да, отсматривать, что происходит. И, соответственно, последняя речевая аналитика, все-таки мы сделаем ее дешевле, я думаю, как бы, да, гораздо дешевле, чем сейчас. И, в принципе, это вот такая штука, которая будет всех основная. К слову, как бы, там, в Штатах у них, Лас-Вегаса, они там сейчас очень много конференций проводят по этой штуке, они прям все завешаны рекламой именно по вот, ну, то, что речевая аналитика, речевая аналитика. Русский язык чуть сложнее в работе, чем американский, как бы, ну, и в распознавании. Поэтому пока вот мы, ну, чуть-чуть медленнее запрягаем, но я надеюсь, что с мозгами русскими мы поем чуть быстрее. Вот, у меня на этом все, мне показывает уже время. Я надо понимать, что у вас один вопрос, да, может быть? Да нет, как раз есть время на вопросы. Коллеги, у кого есть вопросы к Валерию, я весь зал вижу. Правая половина. Нет вопросов? Все понятно? Это прекрасно, Валерий. Я надеюсь, что все понятно. Большое спасибо за доклад. Нас. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова